С Рождеством, мои дорогие, мои любимые друзья, со светлым праздником Рождества и в этот чудесный, сказочный день хочу пожелать вам всего самого хорошего. И в первую очередь любви, здоровья, благополучия, а также мир нам необходим. Здоровье, взаимопонимание – это очень важно. Вспоминая дни своей молодости, хочу отметить удивительную историю. Нас никогда не волновало, какой ученик национальности, который рядом с нами учился, товарищ. Нам важнее было, какой он был человек. Ну, например, хороший или плохой драчон, или наоборот, человек хорошо учился, и у него можно было что-то списать. Ну, а девчонок мы тоже определяли, я беда, или нормальная, хорошая девчонка, и дружили, конечно. И вообще наши классы отличались большой дружбой. И для нас было важно личностные характеристики человека. Ну, а всё остальное, конечно, мы знали об этом, когда приходили друг к другу в гости, потому что нас угощали какими-то вкусными национальными блюдами. Если мне приходится общаться со своими сверстниками разных национальностей, то мы сразу находим общий язык, потому что мы были одинаково воспитаны. Нас учили жить в дружбе, в больших компаниях, в большой среде. У нас были, кстати, классы были по 40 человек, и мы как-то там уживались, нам это было важно. Мы проходили одну и ту же программу, учились по ним и тем же учебникам. Кстати, читали одни и те же книги, но, например, в наше время было очень модно читать Аллы Паруса, Грина, или, например, глава профессора Дойля Беляева. И поэтому это нас сплачивало, у нас были одни интересы, одни и те же ценности, и нам было очень легко, комфортно в классе, несмотря на то, что у нас было так много. Нет, люди все разные, и мы не собираемся быть одинаковыми, не только снега всегда, но снежинки все разные, также мы все разные. Взаимопонимание, любовь, добро и прощение очень важны. И вы увидите сегодня награждение журналистов, которые заняты как раз этим благородным делом, чтобы наша большая, огромная, великолепная страна была как одна семья. И, пожалуйста, досмотрите этот фильм до конца, потому что вы увидите танцы разных народов нашей страны. Они необыкновенно красивы. Такое счастье, что мы живем в стране, где столько разных национальностей, где такие разные, но красивые люди. Вы увидите чудесные танцы, чудесные костюмы, любви, счастья, мира, добра, взаимопонимания, дорогие друзья. До встречи! Здравствуйте, друзья! Мы с вами присутствуем. Миротворец устроил торжественную церемонию награждения лауреатов 9-го всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этнографических отношений. Вот, и нас пригласили, здесь берут интервью, гости приглашенные, здесь билетов нет, только по приглашению. Ну вот мы участвуем в этом конкурсе. Миротворец устроил торжественную церемонию. Попробуем. Ну вот моя подружка стоит, мы с ней пришли, и наши знакомые. Миротворец устроил торжественную церемонию. Миротворец устроил торжественную церемонию. Пробуем. Они всегда красиво шивали всю жизнь. Благодарим за внимание и желаем вам приятного полёта! Для награждения победителей на сцену приглашается председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусин. Дни, когда мы собираемся, нас приглашают на замечательные мероприятия по награждению, по честному лучших из лучших нашего цеха. В течение года нас меньше честны. Мы больше говорим зачастую о тех проблемах, которые сегодня есть в средствах массовой информации. Прежде всего, это экономические проблемы. Это проблемы выживания, это проблемы нашего существования. А мы с вами делаем невероятно сложную работу, потому что мы пишем правду, мы работаем в рамках закона Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что нельзя обижать, унижать людей с другой национальности. Мы прекрасно понимаем, что нельзя оскорблять женщину, мужчину. Мы прекрасно понимаем, что наше слово – это слово, которое воспринимают люди, как зачастую слово «последние станции». К нами идут, обращаются за помощью. Мы с вами, журналисты, мы должны гордиться своей профессией, мы должны ее защищать, мы должны эту профессию поднимать. На сцену приглашается главный редактор, директор автомобилей некоммерческой организации «Сокольская редакция для обещания» Ольга Ларионова. Слово предоставляется победителю в номинации радио «Этнические локальные СМИ» Ольге Ларионовой. Вы знаете, друзья, как сложно и как важно одержать победу провинциальному журналисту из глубинки. На конкурсе всероссийского уровня я очень счастлива, что мне сегодня это удалось. Я говорю огромное спасибо организаторам и жюри этого конкурса. А свою победу я бы хотела посвятить своей семье, потому что они больше всего страдают, хотя и терпят, пока их дочь, жена и мама творит на работе интересные радиопрограммы. Спасибо! Ура! На сцену приглашается журналист, ведущий программы «Путешествие через страйк» Кирилл Диев. Слово предоставляется победителю в номинации «Этно-туризм» «Этнические локальные СМИ» Кириллу Диеву. Спасибо организаторам этого конкурса, что поднимают важную для нашего государства тему, тему «Дружба народов». И спасибо нашей авторской команде, без которой наш проект не обрём свою конечную форму. Спасибо редактору, режиссёру и продюсеру. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Страна огромная, и какое счастье, что она объединила в столько замечательных народах. Какое счастье любоваться их красивыми нарядами, танцами, изучать их обычаи. Посещать самые красивые уголки нашей огромной страны. Какое счастье! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok